Генеральный партнер программы Главные новости Болховский завод полупроводниковых приборов. Здравствуйте, это Главные новости в студии Сергей Сергеев. Смотрите в нашем выпуске. Геннальные парламентарии. Орловские силовики продолжают борьбу с контрафактным алкоголем. Впереди новогодние застолья, а это значит, что употребление горячительных напитков возрастает многократно. В регионе практически каждый день проходят рейды по обнаружению и изъятию подделок с прилавков магазинов, подпольных складов и подвалов. Алина Лагутина о смертельном градусе. Ядовитый боярышник всколыхнул всю Россию и вынудил правительство страны принять крайние меры. Еще 23 декабря главный врач Российской Федерации Анна Попова подписала постановление о приостановлении реализации спиртосодержащей непищевой продукции. В соответствии с данным постановлением, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям необходимо приостановить реализацию на срок 30 суток спиртосодержащей непищевой продукции. Речь идет о товарах бытовой химии, косметической продукции, лосьонах, жидкостях для ванн. А вот парфюмерию и стекломывающей жидкости постановление не коснется. Управление Роспотребнадзора активно следит, чтобы указ нарушен не был. Из прилавков исчезла спиртосодержащая продукция непищевого назначения. Если она будет находиться в реализации, это будет являться нарушением требований законодательства. И, соответственно, такая продукция будет конфисковываться, а лица, допустившие нарушение, привлекаться к административной ответственности. Но, кажется, продавцов смерти это не останавливает. За последние дни в ходе рейдов орловскими полицейскими были изъяты тысячи литров контрафактного зелья практически во всех районах города. Злоумышленники по бутылкам разливают жидкость непонятного происхождения. В подвалах домов, пристройках, гаражах и даже на кухне в квартире. Красивые этикетки с наименованием известных алкогольных брендов, якобы оригинальные пробки и даже акцизные марки имеются. Неровно приклеено кустарным способом. И акцизка с явными признаками подделки. Голограмма не переливается и штрих-коды отпечатаны на вид на обычном ксероксе. А вот производители игристого напитка, символа новогодней ночи, про акцизы, видимо, забыли. Этим и вызвали подозрения у стражи порядка. Всего в арендуемом помещении склада полицейскими было обнаружено и изъято 107 ящиков, в которых содержалось 1284 бутылки контрафактного шампанского. Продукция сомнительного происхождения направлена на исследование в экспертный криминалистический центр УМВД России по Орловской области. В настоящее время сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление владельцев изъятой продукции. Чтобы ваш праздник не обернулся бедой, будьте бдительны и приобретайте алкогольные напитки только в проверенных магазинах или супермаркетах, имеющих лицензию на алкоголь. Алина Логутина, Сергей Руднев, телеканал Первый областной. Противодействие незаконному обороту промышленной продукции обсуждали накануне в областной администрации. Вопрос этот был поднят на заключительном в этом году заседании комиссии. Как отметил Юрий Савенков, который является заместителем председателя данной комиссии, в текущем году принимались меры по обеспечению безопасности жизни населения региона. Управление Роспотребнадзора в 2016-м выдало 262 предписания о снятии с реализации непищевых продуктов. Причинами тому стали нарушения, связанные со сроками годности, маркировки деколорационных сведений. С новостями экономики вас познакомит моя коллега Ксения Туркова. Здравствуйте. Макроэкономические показатели страны в этом году оказались лучше, чем были в 2015-м. Об этом в ходе ежегодной пресс-конференции заявил президент Владимир Путин. Было отмечено, что рост ВВП происходит за счет роста в реальном секторе экономики, машиностроении, легкой перерабатывающей промышленности и сельском хозяйстве. Там рост серьезный. В прошлом году у нас был 2,6%. В этом году мы планировали 3,2%. На данный момент времени 4,1%. Погода будет не меньше 4. Вот по этому показателю я считаю, что динамик очень хороший, надо ее сохранить. Были озвучены и благоприятные прогнозы. Если в 2015 году инфляция для нашей экономики была высокой, так как возникала проблема импортозамещения, то сейчас наблюдается положительная динамика. Это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5 и далее 4% инфляции. В Орловской области на обустройство пешеходных переходов рядом со школами направят более 67 миллионов рублей. Ремонт проведут за счет поступления от реализации системы Платон. Выделят средства и на поддержание порядка на Орловских набережных. На их содержание и уборку будет направлено более 8,5 миллионов рублей. Управление коммунального хозяйства в январе проведет открытый конкурс по определению подрядчика. Предполагается, что именно он будет следить за объектом в течение всего следующего года. А сейчас о нововведениях. С 1 января гражданам не обязательно будет вставать на налоговый учет в инспекции по месту регистрации. За ИНН с первого рабочего дня 2017 года можно будет обращаться в любую налоговую на территории страны. Еще одно упрощение. Налоги наконец разрешено оплачивать за любого другого человека. Ранее из-за этого возникало много жалоб. Что касается уходящего года, то несмотря на экономическую ситуацию, налогов в бюджетах всех уровней страны за 11 месяцев было собрано на 4,5% больше, чем в году прошлом. В денежном эквиваленте это полтриллиона рублей. Специалисты объясняют этот факт внедрением автоматизированных систем и упрощением процесса уплаты. В нашем регионе, судя по итогам, в этом плане есть к чему стремиться. В Орловской области не уплачен 21% имущественных налогов. Служба уже начала рассылку требований. Налоговики рекомендуют орловщанам не доводить дело до суда. И, как известно, Новый год лучше начать без долгов. Так что освободите горизонты для финансовой прибыли и смело вступайте в 2017-й. В нем я желаю вам финансовой и душевной гармонии. До встречи в следующем году. За Легощинской семье всем поселкам собирают средства на восстановление дома после пожара. На сегодняшний момент 200 тысяч рублей не хватает. О беде, которая пришла в семью Громовых внезапно, в материале Виктории Юрковой. С виду обычный дом. Громовы жили в нем больше 10 лет. Жили бы и дальше, да вот беда ворвалась и разрушила спокойную жизнь многодетной залегощинской семьи. Здесь у нас была мягкая мебель. Здесь стояли кровати. Вот стояли детские шкафы. Здесь игрушки у детей были. В правом углу был компьютерный стол, где дети занимались за компьютером, делали проекты. Восстановлению не подлежит. Балки, потолочные перекрытия держатся, что говорится, на одном лишь волоске. Разбирать и строить заново единственное, что остается главе семейства, в котором 9 детей. Но делать это он намерен не по зиме. Причиной пожара электропроводка. После этого ЧП жене Андрея, Ирине, стало плохо. Несколько дней она провела в Орловской больнице. Главе семейства тем временем пришлось решать вопрос с временным устройством детей в местный реабилитационный центр. Он обратился сам. Ну, действительно, дети, скажем так, маленькие дети и вдруг в сгоревший дом, соответственно, ну, это недопустимо, наверное. Благодаря марафону добра удалось, конечно, собрать существенную сумму, но ее на восстановление дома не хватит. Как и не хватит на покупку жилья. Пусть и на вторичном рынке. Мы провели марафон среди сотрудников, значит, обратились к депутатам. И в общем сложности, в принципе, собрали 200 тысяч рублей, которые были переданы Громовым. Только когда у Громовых будут созданы все условия для нормальной жизни, они смогут забрать назад своих детей. Не потому что опека не разрешает. Просто пока некуда. Пара только-только нашла съемное жилье. Думаю, что нам все равно их не отдадут там, где нет условий. И вот стараемся сейчас немножечко приведем до конца порядок. И я думаю, что мы все-таки сегодня заберем. Ирина в разлуке с детьми просматривает видео утренников из детского сада, что имеется в их семейном архиве. И каждый день они с мужем ходят к своим деткам, которые уже которую неделю живут в Залегощинском репцентре. Ты мне не подойдешь, папа? Сыночка, подожди. Я походе за вами приду, ладно? Ладно. Суни, ладно. С миру по нитке, как говорится. После пожара Громовы поняли смысл этой поговорки. Оказалось, что весь поселок откликнулся на их беду. Помощь предлагали от одежды до продуктов питания. Но сейчас главное – это жилье. Ведь именно тогда они смогут воссоединиться с детьми. Мы, конечно, были огорчены этими событиями. Чем могли, помогли. Все дети собрали пожертвования, и родители откликнулись на это горе. Потому что семья многодетная. Орловчане, которые желают помочь Залегощинской семье погорельцев, могут обращаться в нашу редакцию. Виктория Юркова, Владимир Ноздрачев, телеканал Первый областной. Общественное движение «Бессмертный полк России» инициировало народный проект, который призван вернуть из беспамятства имена миллионов пропавших без вести в годы войны. Почему он народный? Потому что должен вовлечь в работу всех и каждого. Чтобы выражение «никто не забыт, ничто не забыто» звучало в том числе и так. Никем не забыты. Продолжение у Сергея Быковского. По сути, это конференция орловских поисковиков и представителей иных патриотических организаций Орла. Общение неформальное, за чаем с конфетами, но совсем не сладкое на вкус. Горькое. Потому что собравшиеся обсуждали миллионы неизвестных солдат. И даже ставших такими, как дата в 60-е годы, из-за вызывающей оторопь политики властей, торопящихся причесать историю. И в рамках этой кампании, как мне стало известно, просто огромное количество захоронений просто сравнялись с землей. Это правда? Точно так. Обсуждалось и то, как бы заразить российское общество идеей нового народного проекта по установлению судя пропавших без вести защитников Отечества. Это название. Проект народный, потому что предполагается вовлечь в него всевозможные организации и ведомства. И самые разные социальные советы, клубы, прайды, тусовки, общины, разве что не секты. Но все общество. Иначе обозначенную в названии проекта проблему и не решить. Ведь неизвестных и пропавших миллионы. А в авангарде проекта кому же быть, как не поисковикам, которые уже знают, что и как. Занимаются этим годами. И да, проект начнется именно в Орле. Все его механизмы пройдут здесь. Тестирование и обкатку. Процесс не быстрый. Это большая работа. Может, мы создаем задел на 10-15 лет. Но через некоторое время каждой семье России, которая захочет исследовать судьбы своих солдат, эта возможность будет предоставлена в виде госуслуги. Например, это мы хотели бы, чтобы это было так. А зачем это все? Вот лишь одна из причин и объяснений. Дело в том, что знания наших детей о истории крайне низкие. Поговорили насчет региональной штаб-квартиры для нового проекта. Нужна ли она? Какой должна быть? И каким оборудованием нашпиговано? Но первый и главный вопрос – это кадры. То есть те, кто будет реализовывать проект, заниматься поиском, перелопачивать документы, сводить воедино разные базы данных и даже принимать звонки. Будет непросто. Это подтверждает колл-центр бессмертного полка, который собирает порядка 9 тысяч звонков в день. Это только в Москве. А сейчас мы эту линию делаем общероссийскую. Она будет работать круглосуточно. Поэтому свой колл-центр будет и в Орле. Так вот, к разговору про кадры. Первые соглашения о сотрудничестве с бессмертным полком России заключили участники этой встречи. А прошла она, обратите внимание, вместе по-своему символичным. Это музей, расквартированный в Институте культуры. Музей войны, музей поискового движения прошлого. А теперь, после этой встречи, он станет еще и музеем нашего будущего. Будущего, связанного с тем проектом, что получил здесь старт. Сергей Быковский, Сергей Руднев, телеканал «Первый областной». В региональном управлении ВСИН подвели итоги работы за год уходящей и наметили планы на будущее. Заседание прошло во главе с новым руководителем ведомства Александром Матвиенко. На пост он был назначен 1 декабря. На встречу начальник поделился мнением о первых визитах в структурные подразделения и рабочими планами на 2017 год. В целом, хорошие материально-бытовые условия. Поэтому, может быть, в том числе и жалобы, и обращения именно на эти вещи не так и много. Тоже планируем и в январе начнем проводить прямые линии с населением. Для того, чтобы мы могли сюда на связь, в аппарат управления выйти с любого уголка, не только России, но, можно сказать, и мира. В планах проведения Дня открытых дверей в спецучреждениях и организация пресс-туров. В текущем году, по данной тематике в СМИ, было выпущено более 200 материалов. Авторов лучших работ удостоили наградами в числе победителей сотрудники нашего телеканала. Корреспондент Ксения Туркова и оператор Павел Джумабаев. Партнер программы «Главные новости» – «Цирк Триумф». 24 декабря по 8 января «Цирк Триумф» приглашают на грандиозное представление в Гринсен. Купи билет и получи шанс выиграть с Киарео! Бенгальские свечи, хлопушки, фейерверки и фонтаны – неотъемлемые атрибуты новогодних торжеств. Для того, чтобы праздник выдался по-настоящему ярким, большинство орловчан приобретают пиротехнику. Так как данные изделия являются небезопасным развлечением, МЧС напоминает о том, как не омрачить себе праздник. Четко следовать инструкции, которая написана на коробке на русском языке. Здесь в первую очередь обращается внимание на то, как закрепляется данное устройство. Просто оно кладется на землю или должно достаточно так крепко быть в земле или в сугробе. И, естественно, это расстояние, на котором должны находиться жилые дома и, соответственно, сам человек и те люди, которые смотрят на этот салют. В Орле для запуска фейерверков определены специальные места. Это парк Разградский, берег реки Ака, также район Разворотного кольца на Крамской, 12. Также специальными местами являются парк Победы со стороны улицы Зои Космодемьянской и рядом с администрацией Северного района. Депутаты Орловского областного совета народных депутатов поздравили с наступающим Новым годом детей Страстнянской школы-интерната. Ребята их знают уже давно. Ежегодно депутаты приезжают к ним в гости и не с пустыми руками. В этот раз помимо традиционных подарков детей ждало много сюрпризов. Анна Маричева продолжит. С областным советом школа сотрудничает уже больше трех лет. Стабильно минимум два раза в год депутаты приезжают поздравить воспитанников интерната с праздниками. Мы очень благодарны Музалевскому Леониду Семеновичу, председателю Орловского областного совета народных депутатов, за ту поддержку, за ту помощь, которую они оказывают, за ту радость, которую они доставляют детям, своим визитом, подарками и тем вниманием, которое они нам оказывают. В Трастнянской школе-интернате обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего их 78. Это дети поистине золотыми руками. Здесь они учатся трудовому мастерству, поэтому так умело выполняют ручную работу. Как только в районе бываем, мы стараемся заехать, зайти, проведать, посмотреть на детей, узнать их проблемы. Но, естественно, всегда оказываем помощь, потому что это учебное заведение, оно необычное. Даже вот то, что они своими руками сегодня нам подарили вот такие подарки, сделанные, даже в обычной школе не многие могут сделать это. Дети всегда с нетерпением ждут, когда почетные гости к ним снова приедут. К этой встрече они усердно готовятся. Так и в этот раз. Ребята подготовили для депутатов праздничный концерт и подарили поделки, сделанные своими руками. Замечательный праздник подготовили детишки. Нам было очень волнительно видеть этих красивых ребят, у которых ярко горят глаза при виде елки, при виде тех подарков, которые привезли. И здесь, конечно, в этом плане все наши коллеги-депутаты, аппарат областного совета, наш руководитель, когда обратился за помощью, мы, в общем-то, не видели отказа в том, чтобы все откликнули всей душой, кто чем мог, помог для организации подарков, для организации этого мероприятия. В свою очередь депутаты привезли для ребят всевозможные подарки, книги, игрушки, обучающие настольные игры и спортивный инвентарь. Все, как и просили дети у Деда Мороза. Только вместо одного волшебника к ним приехали сразу пять. Да еще и друзей с собой взяли обезьяну и петуха – символы уходящего и будущего годов. А вместе с мастерицей Катериной Гревцевой ребята учились расписывать имбирные пряники. Очень красиво получается так. И оригинально. Мне понравилось так очень. Вообще волшебно. Как в лесу. Региональный парламент шествует над Тростнянской школой-интернатом с февраля 2013 года. Как говорят депутаты, эти дети в сердце каждого народного избранника. И помимо всех подарков, это важнее всего – дарить внимание и любовь тем, кто в этом особенно нуждается. Анна Маричева, Павел Джумабаев, телеканал «Первый областной». В среду Леонид Музалевский побывал с визитом в подшефном детском саду номер 16, город Орла. Здесь не первый год региональное отделение партии «Единая Россия» курирует группу круглосуточного пребывания детей. Здесь детишки из неблагополучных семей. И что самое важное, имеют отклонение по здоровью. Такое неприятное, даже скажу страшное заболевание, как туберкулез. И вот после лечения проходит здесь реабилитацию. И отдельной группой они занимаются. Но не только подарки получают воспитанники 16-го детсада. По программе наказов избирателей в этом дошкольном учреждении был проведен ремонт. Делаем крышу, меняем окна, пищеблок ремонтируем. Многие-многие вопросы, которые сегодня нуждаются в этот детский садик, мы, конечно, помогаем. Инициативная группа «Города Орла» в канон Рождества планирует посетить три дома-интерната для престарелых – Шатиловский, Успенский и Здоровецкий. Одинокие бабушки и дедушки, многие из которых не могут сами себя обслуживать, особенно нуждаются во внимании и заботе. Дома престарелых дают им необходимые для жизни условия и медицинскую помощь. Но внимания, любви много не бывает. Мы собрали на данный момент 32 тысячи рублей. Бабушек и дедушек 109 человек. То есть на каждого получается примерно по 300 рублей подарок. Что входит в подарок? Это варежки, носочки теплые, потом откидной календарь, сладости и декоративная елочка, либо какой-то сувенир. Инициативная группа принимает полотенца, средства гигиены, книги, журналы и настольные игры. Подробную информацию можно найти в группе ВКонтакте. Активисты отправятся в дома престарелых 6 января. Сейчас они ищут Деда Мороза и Снегурочку. Рады будут певцам, гитаристам и баянистам. Сразу после выпуска главных новостей смотрите нашу постоянную рубрику «Ищу семью», в которой мы рассказываем о детях, нуждающихся в заботе и любви. На этом у нас все новости и интересную информацию. Сообщайте нам по телефону 76 10 28 или 508 088. А также пишите на наш сайт obladin.ru. С вами был Сергей Сергеев. Всего доброго. Сережа 2 годика. Сережа очень живой, очень такой активный мальчик. Все ему интересно. Все ему попробовать, потрогать, пощупать, покрутить, сломать. Ну, это для ребенка, для мальчика, тем более нормально. Он очень любит музыкальные занятия. Плясать, в него прыгать, бегать – это для него удовольствие. Книжки очень любит Сережа читать. Слушает всегда очень внимательно, на картинке рассматривает, показывает, пытается разговаривать. Любит разговаривать по телефону, да, Сереж? Мама. Алло. Алло. Всех, кому не безразлична судьба Сережи, просим обращаться в Департамент социальной защиты населения, опеки и попечительства Орловской области по адресу город Орел, улица Лескова, дом 22. Или по телефону 47 57 69. Вы можете стать для него приемными родителями, оформить опеку. Процедура сейчас упрощена. Прежде всего нужно обратиться в орган опеки и попечительства по месту жительства. Подать туда заявление. К заявлению должны быть приложены следующие документы. Справка с места жительства, подтверждающая наличие жилого помещения. Заключение о состоянии здоровья, потому что усыновитель должен быть здоров. Справка об отсутствии судимости. Справка с места работы с указанием должности и заработка. Потому что очень важно, чтобы усыновитель имел определенный доход, достаточный для содержания ребенка. Развлекательный комплекс Болховского завода полупроводниковых приборов приглашает провести предновогодние и новогодние корпоративные вечера. Зал торжеств на 300 мест. Изумрудный зал на 100 мест. Египетский зал на 50 мест. ВИП кабинеты. Домашняя кухня. Оригинальные блюда. Выпечка собственного производства. Погребок купцов голубиных с баней и бильярдом. Насладись полной мере атмосферы праздника. Город Болхов, улица Лилина, дом 18. Звоните 8-953-819-19-19. Ждете чудес на Новый год? Супермаркет «Порядок» поможет вам исполнить ваши желания. Мультиварка «Редмонд» – 2 990 рублей. Сервис столовый «Люминарк» – 1599. Напор столовых приборов «Даникс» – всего 1899 рублей. Супермаркет «Порядок». Сравните наши цены. Вы не можете стать маленькими, а наши цены могут. Скидка 25% на сухие молочные напитки «Фриса Голд». Дочки-сыночки. Орловский городской центр культуры приглашает на новогодние музыкальные представления. Волшебник изумрудного города и чудеса Деда Мороза. Телефон 72-35-76. Цена билета 250 рублей. Сенсация, сенсация. Динозавры теперь в Орле. Экспозиция приведет в восторг не только маленьких посетителей, но и их родителей. Ждем вас. «ТМК Грин. Первый этаж». Новогодние подарки в магазине «Швейный мир». Все. От швейной и вязальной машины до изящных шкатулок. Скидки. Подарки при покупке швейной машины. Отличная идея. Салтыкова-Щедрина 37А. Телефон 45-71-75. Новогодний елочный базар. Огромный выбор елок и сосен. Молдавская 23 и улица 5 августа. Звоните 48-63-87. Санаторий «Лесной» проводит акцию. Спешите приобрести путевку на 12 дней. Всего за 15 600 рублей. Телефон 33-00-32. Здравствуйте. Прогноз погоды на Первом областном. С вами Катерина Ясная. В Орле и области похолодает, но совсем незаметно. Нам обещают ветер, а на дорогах – гололедицу. Обо всем узнаем совсем скоро. Генеральный партнер программы – сеть магазинов «Провкосмо». Видеть красоту в себе. Радоваться отражению. В центре красоты – «Провкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Тысяча квадратных метров на пользу красоте. «Провкосмо». Тургенева, 37. Более развернутый прогноз. 29 декабря в Амцинске – минус 3. Пасмурно и временами снег. Ночью – минус 7. Пасмурно в Ливнах – небольшой снег. Температура воздуха днем около минус 3. К ночи – до минус 5. Болхове днем – минус 4. Ночью – минус 8. Из осадков – небольшой снег. В Орле облачный – небольшой снег. Температура днем – минус 3. Ночью – также минус 6. Ветер северный – 5 метров в секунду. Давление высокое – 756 миллиметров ртутного столба. Это был прогноз погоды. Оставайтесь на Первом областном. Наши партнеры – ювелирная сеть «Золотой Орел». На все украшения действует скидка до 35%. Цирк «Триумф» с новой программой «Карнавал животных». Одежда ведущей предоставлена салоном женской одежды «Папилио». Самого приятного вам предвкушения праздника. До скорых встреч! Видеть красоту в себе, радоваться отражению, быть в центре внимания. В центре красоты «Профкосмо». Все направления бьюти в одной точке города. Визажный зал, парикмахерский салон, кабинет жугаринга, косметология, магазин косметики и фирменных товаров. Студия обучения – место, где работают профессионалы. Целая тысяча квадратных метров на пользу красоте. Центр красоты «Профкосмо». Тургенева, 37. Ювелирная сеть «Золотой Орел» представляет известные российские бренды на все ювелирные украшения действуют скидки до 35%. При покупке на сумму более 7000 рублей – ценные подарки. 24 декабря по 8 января «Цирк Триумф» приглашает на грандиозное представление в Гринцерк. Купи билет и получи шанс выиграть в «Ски-Орел».